У неба свои законы и Светлане Васильевой нравится по ним жить. В профессии бортпроводница с 2013 года и по-прежнему влюблена в свою работу. Плюсов много. Девушка посетила более 20 городов, завела друзей и знакомых в разных уголках страны и смогла увидеться со старыми товарищами. Планирую всю жизнь, насколько хватит сил, потому что здоровье здесь нужно крепкое. Хотелось бы максимально долго полетать. У меня любимый момент – сам полет. Это всегда интересно, когда уже забываешь о своей обычной жизни и живешь именно этой жизнью, которая на самолете. С событиями насыщен практически каждый полет и нужно быть готовым ко всему. Оказать первую помощь, если пассажир почувствует себя плохо, или наоборот – помочь сделать предложение в небе. Скучать не приходится. Однако, отмечают опытные члены экипажа, все равно рано или поздно входят в привычку. Самое интересное в моей профессии – это встретить Новый год на борту. Кому-то это интересно, наверное, романтично, но для меня это трудовые будни. Экипаж самолета может дважды встретить Новый год, пока преодолевает часовые пояса. Есть и другие символичные моменты, например, визиты в города Тески. Каждый самолет авиакомпании «Россия» носит имя какого-либо города. Такая же практика имеется и у авиакомпании «Аэрофлот». Только там уже называют именами каких-либо выдающихся российских людей. За работой экипажа стоит труд наземных сотрудников. Аэродромная служба следит за тем, чтобы сделать безопасным вылет и приземление воздушного судна. У нас находится в распоряжении аэродромной службы оборудование для измерения кольца-нцепления. Это самый главный прибор для экипажа. Именно благодаря замеру кольца-нцепления командир принимает решение о посадке или непосадке воздушного судна на полосу. На взлетно-посадочных полосах работы всегда хватает. Сотрудники аэропорта ответственно подходят к делу, чтобы каждый полет прошел на высоте. Татьяна Барашкова, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.